Привет, эонимоводы! Сегодня мы записываем очередную серию долгоиграющего сериала, который посвящен вот этому растению. Эониму Морниер Лапастоль, многим известным под его корейским названием Росков. Я уже рассказывала об истинном происхождении этого растения, пересаживала его вместе с вами в больший объем, рассказывала о том, как появились эти многочисленные цветоносы. И вот теперь, как и обещала, показываю его в цвету. Вкратце напомню вам, я не ожидала, что этот экземпляр будет цвести, и просто срезала ему макушку, потому что хотела разветвленного куста. Я получила разветвленный куст, но оказалось, что все это цветоносы. Их сейчас у меня 13, я предварительно посчитала. Один из них достигает в длину больше 30 сантиметров. Цветоносы под стать самому стеблю, он у меня был мощный. И цветоносы толстые и жирные. Очень жаль, что это растение прощается со мной. Оно отдает все силы, чтобы размножиться, но поскольку второго экземпляра цветущего у меня нет, то все созревшие семена окажутся пустышками. Цветет марьер лапастоль достаточно мило. У него на каждом цветке 8 лепесточков. Цвет не то белый, не то желтый, нежно-бежевый. Ой, все бы ничего, но я все еще лелею надежду сохранить жизнь этому экземпляру. Поэтому вы не случайно видите на моем столе сейчас инструменты. Моя идея состоит в том, чтобы срезать стебель ниже всех этих цветоносов. И если вы видите, то здесь ближе к земле тоже маленькие листочки. Я сомневаюсь, что это полноценные розетки, но попытаться стоит. Стебель толстый, и вдруг это растение даст мне еще полноценные веточки. Ну, посмотрим. А сейчас, в любом случае, совсем скоро все это засохнет. Так, давайте попробуем дать шанс. Вы готовы? Приступим. Ниже всех веток это примерно вот здесь. Я думаю, вам не должно быть страшно, потому что... Я уже несколько видео показывала, как я это делаю. Все это эмоционально, но не смертельно. Кроме того, в любом случае, это растение засохнет. Плюс-минус пара недель. Вот, готово. Несколько веток у меня поломались сразу. Вот мой букет. Его можно будет поставить в какую-нибудь вазу. Сил у этих веток достаточно много, чтобы отсвести без корня. Я так делала уже с гринувиями, с другими цветущими эониумами. С эониумом Смита. Вот какой толстый стебель в срезе. Мой букет. Так, ну и что у нас тут осталось? Любопытно, что цветоносы очень жизнеспособны. Вот вы посмотрите, это веточка, которая тоже будет цвести. Но она, сейчас я вам покажу, тоже укоренилась. Видите? Так природой заложено, что растение, несмотря ни на что, и вопреки всему, должно размножиться. И вот этот цветонос тоже укоренился. Не знаю я, что станет с этим обрезанным стеблем. Может быть он засохнет. Может быть все-таки даст почки. Может быть эти почки тоже станут цветоносами. Угадать я не могу, но тем любопытнее за этим всем наблюдать. Обязательно расскажу вам о результате. Пока!